Много ошибок, верований и глупостей накоплено в сознании, подсознании людей по гипертонии. Многие наимно верят в возможное чудесное избавление от артериальной гипертензии, используя амулеты, браслеты, диски, медицинские таблетки. Это все абсурд и бред, потому и не проходит гипертония. И живут люди с артериальной гипертензией, мучаются, потому что ни болезнь лечат, ни причины болезни устраняют, а пытаются бороться с симптомами, то есть снижать повышенное артериальное давление. Большинство считает, что гипертония это болезнь, но это не так. Гипертония это не болезнь, а состояние организма. Это гипертонус, то есть повышенное напряжение скелетных мышц, мышц полых органов, таких как желудка, мочевого пузыря и других. Это гипертонус гладкой мускулатуры кровеносных сосудов, артерий и артериол. Спазмы мышц, например, возникающие при стрессах, приводят к уменьшению просветов сосудов. Так как они сдавливают сосуды при спазмах, приводят к увеличению сопротивления току крови и увеличению давления в сосудах, чтобы тот же необходимый объем крови доходил за ту же единицу времени до всех органов нашего организма, как и заложено природой. Для чего же такой механизм увеличения давления при спазмировании мышц был предусмотрен природой? Для того, чтобы при риске уменьшения циркуляции объема крови в жизненно важных органах, вследствие сужения диаметра сосудов, в особенности головного мозга, не было дефицита кислорода и кислородного голодания тканей, то есть гипоксии тканей, чтобы не было ишемии. При недостатке кислорода клетки начинают голодать, особенно те, где идет наивысшее его потребление, это сердце и мозг. И если этот дефицит кислорода долгое время сохраняется, то это приводит к массовой гибели клеток от кислородного голодания, и тогда возникает инфаркт миокарда, то есть инфаркт сердца, или инфаркт мозга, то есть инсульт по ишемическому типу, ну то есть повреждению, отмиранию части клеток головного мозга из-за гибели этой группы клеток в результате гипоксии, то есть их кислородного голодания. Гипертония вынуждает организм поднимать давление, чтобы обеспечить прежнее доз спазмирования и сужения сосудов, снабжение кровью, соответственно кислородам, клеток мозга и других органов. А потому истинное лечение артериальной гипертензии должно быть направлено не на искусственное снижение артериального давления, а на нормализацию работы кровеносной системы организма. Искусственное снижение давления препаратами может привести к ухудшению мозгового кровоснабжения и к инсульту. Гипертония артериол может быть основной причиной артериальной гипертензии, это факт. Артериальная гипертензия – это повышенное кровяное давление в артериях большого и малого круга кровообращения, и потому бороться с повышенным давлением – такая же глупость, как бороться с повышенной температурой тела, считая угрозой для организма саму высокую температуру, а не инфекции, не токсины организма, вызывающие повышение температуры. Тонометр показывает нарушение работы сердечно-сосудистой системы, точно так же, как и термометр показывает воспалительный процесс, интоксикацию организма. Поймите эту прописную истину. Хроническая гипертония – это состояние организма, порождающее огромное количество болезней и их проявлений, таких как мигрень, бессонница, ослабление памяти, шум в ушах, голове – это головокружение. Она порождает и провоцирует аритмию, стенокардию, одышку и многие болезни ЖКТ, и гастриты, запоры, колиты, да, по-другому, усугубляет артрозы, парадонтозы, холецистит, диабет и прочие многие болезни. Какие же опасности подстерегают каждого, у кого и есть повышенное артериальное давление или артериальная гипертензия? Ну, во-первых, инсульт, во-вторых, инфаркт. Инсульт – это нарушение кровоснабжения мозга. Он может быть геморрагический, то есть с кровозлиянием в мозг, и ишемический, то есть наоборот, в результате недостаточного снабжения кислородом тканей мозга, то есть инфаркт мозга. Но на 6 инсультов приходится только 1 геморрагический и 5 ишемический. 5 из 6 инсультов происходят из-за недостатка кровоснабжения структур головного мозга, в том числе и по причине принятия таблеток для быстрого, стойкого снижения артериального давления. Главная беда от повышенного тонуса мышечных тканей – это нарушение кровоснабжения головного мозга и сердца, это понятно. Но есть еще одна проблема – это 2-х и даже 3-х кратная перегрузка сердца при повышенном давлении, то есть его быстрое изнашивание и, как следствие, инфаркты, уже вызванные еще большей необходимостью в снабжении сердца дополнительным кислородом при такой его быстрой чрезмерной работе. Что назначают врачи для снижения давления и что в результате этого назначения происходит? В чем опасность снижения давления таблетками? Как вы уже поняли и знаете, давление повышается в результате спазмирования мышц артерии и артериол и пережатии нормального, естественного просвета этих сосудов, в результате чего организм вынужден поднимать давление для прохождения по этим сосудам того же объема крови, какой он должен быть в норме и был, до сужения просвета сосудов медикаментами. Вот человек принимает таблетку для снижения давления и давление резко снижается. Но почему снижается? За счет чего? От любого сосудорасширяющего препарата временно расширяются только периферические сосуды, снабжающие кровью органы малого таза и брюшной полости. Вследствие расширения сосуда брюшной полости и артериальное давление снижается. Но такое снижение артериального давления ухудшает кровоснабжение мозга и сердца, поскольку на расширение сосудов мозга и сердца большинство гипотензивных препаратов не действует. При снижении артериального давления кровоток в органах малого таза увеличивается, а в мозгу и сердце уменьшается. И оттуда, и тогда возникают симптомы этого процесса. Такие проявления, как головные боли, головокружение, тахикардия, инсульты, инфаркты. То есть от этих самых таблеток, которые вам снижают давление, да? Если давление сильно и быстро снизить, то возникает острая ишемия, а далее ишемический инсульт. Вот как таблетки от давления провоцируют инсульты. В инструкциях, например, к нолепрелу, престариуму или, например, гиротону и прочим препаратам, так и написано в разделе «Побочные эффекты действия». Что написано? Инфаркт миокарда, ишемический инсульт, все правильно. По каким критериям определяют норму артериального давления? Если давление, к примеру, 200 на 130, это само собой не норма, и тут врач не нужен, чтобы это понимать. Но огромное число людей живут всю жизнь и чувствуют себя обычно, привычно, без мук, вполне нормально при давлении 170-180 на 110-120. Зачем их лечить? Зачем убивать их таблетками? Заодно ухудшая мозговое кровоснабжение и провоцируя инсульты, болезни печени и почек. На каком основании можно считать, что для них эти показальные давления ненормальны? Не существует никаких научно обоснованных методов определения величины нормального артериального давления у конкретного человека. Все. Точка. Это компиляция по данной теме. Так на каком основании медики этого конкретного человека причисляют к гипертоникам и прописывают таблетки, чтобы сделать его, то есть давление, нормальным? Якобы нормальным. Безусловно, питаясь жареным вареным мясом с картошкой, потребляя малокачественной воды, потребляя химические вредные продукты и кофе, и соль, и тем более с привычным большинству высокобелковым, высококалорийным питанием, ведя малоподвижную жизнь, у любого человека будет расти давление с возрастом по мере сужения просвета сосудов от коллагена, от расклеротических отложений, бляшек. Но это можно поправить изменением питания даже самым престарелым в любом возрасте. Если дело только в этих причинах сужения просвета сосуда, но дело-то не только в них и не всегда в них, обязательно смотрите мою лекцию «Кровеносные кровотворные системы», и вы многое узнаете важного, нужного для каждого человека, для жизни. По современным кардиологам всё понятно. А они не могут понять или не хотят, что повышает давление артериальное именно головной мозг, так как он защищает себя от угрозы ишемического инсульта. Ещё буквально 40-50 лет назад не было большинства гипотензивных средств, снижающих давление. Регулярно давление, кстати, никто не измерял, и инсульты были редки. Тогда назначали седативные препараты, не гипотензивные, как сейчас, а седативные, типа кроволола, волокордина, валерьянки. Почему? Да потому что они действуют непосредственно на кровеносные сосуды. И в отличие от суперсовременных таблеток, расширяющих только сосуды органов брюшной полости и провоцирующих обескровливание головного мозга и сердечной ткани, сердечной мышцы, действие седативных препаратов вызывает расширение микрососудов абсолютно всех органов организма. То есть расширение микроартерий, микроартериол, через снятие избыточного возбуждения соответствующих центров головного мозга. И вот это знают и современные толковые нейрологи. Да, просто мозг, который как бы успокоили через вот эти нервные волокна, и стенки сосуда расширяются, потому что мышцы, сдавливающие их, расслабляются. Отпускают. И вот эти спазмированные мышечные волокна и сосуды тем самым плавно расширяются. Артериальное давление плавно снижается и абсолютно до норм организма. Итак, дорогие друзья, торможение центральной нервной системы седативными старыми проверенными препаратами убирает стресс и спазм сосудов, расширяет тем самым сосуды и не приводит к инсультам и инфарктам, как следствием снижения гипотезивными современными препаратами артериального давления. Именно о таком лечении, дорогие товарищи, нежели применение таблеток от давления, говорил академик Ланг, основоположник учения о гипертонической болезни, по книгам которого учились несколько поколений врачей. У любого человека давление изменяется в течение суток многократно, в зависимости от очень многих факторов. Например, от химического состава крови, то есть от наличия или отсутствия в ней тех или иных гормонов и газов. Например, гормон стресса адреналина резко сужает артерии и артериолы, и артериальное давление сразу поднимается. Это предусмотрено природой для предотвращения потери большого объема крови при ранениях, травмах. Есть еще одна обратная зависимость. Это количество в крови растворенного углекислого газа. Именно за счет определенного процентного соотношения между газами в крови и поддерживается нормальный просвет в сосудах. Главная роль в этом процессе отводится именно углекислому газу, СО2. А в 90-е годы 20 века были проведены исследования учеными, доказывающие, что постоянный спазм микрососудов невозможен при содержании углекислого газа в крови в пределах 5,5-6,5%. У молодых, здоровых людей эта норма всегда незыблема. А у большинства больных и пожилых людей часто 3,5-4,5% всего содержания углекислого газа в крови. Гипокапнемия. Это постоянный недостаток в крови углекислого газа. Это главная и закономерная причина артериальной гипертензии в результате постоянных спазмов и сужения сосудов. То есть причина гипертонии, помимо тех, что я пояснял в моей первой лекции по гипертонии, обязательно ее посмотрите, это гипокапнемия. При дефиците движения 70-90% от необходимого для современного человека. Гипертоническое состояние, естественно. А как вы хотели? Стресс провоцирует на выработку гормонов, увеличение частоты и глубины дыхания. Адреналин ведь должен найти биологическую разрядку. Это бег, пот. Если разрядки нет, то идет накопление пагубных воздействий до полной потери компенсаторных резервов организма. Этот гормон действует долго, до нескольких часов. Кто относительно защищен от стрессов? Но это те, кто постоянно и много трудится, кто активен, кто движется. Таким образом, физиологическая причина гипертензии – это снижение концентрации СО2 в крови ниже положенных норм, вследствие стрессов, переживаний, не находящих естественной разрядки и очищения, как это происходит в естественной природе и при активном образе жизни. Соответствующий вывод – причинно-бессимптомной, то есть эссенциальной артериальной гипертензии, как и не атеросклерозной ишемической болезни сердца одна и та же – это гипертония мелких артерий и артериол, то есть экспазмирование в результате недостатка в крови углекислого газа, возникшего по причинам, перечисленным мной выше, главные из которых – это гиподинамия и стрессы. Неизбежные последствия таких длительно протекающих состояний организма – это кислородное голодание этих тканей, органов и инсульты по ишемическому типу и инфаркты. Дорогие граждане, у вас есть два пути в данном вопросе. Первый – это пожизненно ходить к врачу, выполнять строгий распорядок дня и вообще пожизненно пить таблетки, которые в 2-3 раза сократят вашу оставшуюся в потенциале жизнь. Бояться, трястись, мучиться, не жить, короче говоря. Или второй вариант – сделать то, что я скажу далее, подводя итог и сведя это всё в 15 пунктов, что необходимо делать и как жить. Единственный простой способ увеличить в крови концентрацию углекислого газа до необходимых 5,5-6,5% – это использование аппарата «Самоздрав». Тогда вам даже не придётся прикладывать волевые усилия и большое время, как при использовании метода Бутейко или Стрельниковой и их аналогов. Хотя их методы рабочие, хорошие, прекрасные, просто сложно выполнимые, как показала уже многолетняя практика тысяч людей. По «Самоздраву» обязательно посмотрите это видео, и вы всё поймёте подробно. А когда вообще допустимо разумное потребление таблеток от давления, вот этих гипотензивных препаратов, для снижения артериального давления? А это допустимо только при сильных головных болях? И тогда, когда возникает чувство страха перед артериальным давлением, зашкаливающим за 200? Да, дорогие товарищи, только при таких обстоятельствах это разумно, целесообразно и допустимо. А как быть? Как снять высокое давление в данный момент времени? У кого особенно оно хроническое? Ну что ж, очень просто. Вспомним, чему учил академик Ланг. Надо 3-4 месяца подряд принимать настойку корня валерьяны, по 5 капель 5-7 раз в сутки, в течение дня равномерно. Разовую дозу увеличить до 10, даже 20 капель в случаях ухудшения самочувствия, а также за 2 дня до полнолуния, в дни полнолуния и в дни новолуния, и 2 дня после них. Подведём окончательный итог. Если вы не хотите иметь гипертензию сосудов, хотите устранить саму возможность появления болезни сердечно-сосудистой системы, как и самих иных болезней и гибели от их наличия и их последствий, то я рекомендую вам непременно делать следующее. Первое. Не нервничать, свести стрессы к минимуму. После стрессов, если их всё же допустили, бегать, отжиматься, приседать и тому подобное, то есть до сильного пота и в душ. Желательно контрастный, по возможности. Бани это уже по состоянию здоровья. Можно щадящие банны бочки применять. Второе. Помимо стрессов, при долгом сидении на стуле или кресле возникает всегда напряжение в мышцах шеи. И таким образом происходит постоянное передавливание сосудов со всеми вытекающими последствиями. Поэтому делайте специальные массажи шеи и головы самостоятельно или обратитесь к хорошему знающему массажисту. Желательно найти специалиста-остеопата по вправлению атланты. Это первый позвонок шеи, к которому крепится основание черепа. Если он у вас имеет смещение после родов или травм, то это приводит к сужению сосудов. Кстати, это очень частое распространенное явление. Что касается коррекции, то есть вправления атланта, это занимает всего два сеанса. Кровообращение головного мозга заметно тогда улучшается. Делайте те самые упражнения, которые вы можете проводить самостоятельно и которые позволят убрать спазмы мышц шеи и восстановить нормальный кровоток. А значит, снизить артериальное давление. Суть этих упражнений в том, чтобы расслабить мышцы шеи. Главное, задние шейные мышцы. Обязательно посмотрите мое первое видео по гипертонии. И пересмотрите, кто уже смотрел. И выпишите все важные акценты и пояснения на бумагу. Учтите эти факты. Третий пункт. Уменьшить до минимума или вовсе исключить соль из продуктов из пищи. Четвертое. Пить водородную воду, хотя бы дистиллированную, можно из обратного осмоса. Смотрите мое видео по воде, по приборам. Пятый пункт. Применять дыхательную систему по бутейко или стрельниковой. Или пользоваться копеечным, очень эффективным аппаратом самоздрав. Смотрите по ссылке видео под этим моим видео. Шестое. Изменить питание на адекватное, человеческое. По крайней мере, без животных так называемых продуктов. Убрать из питания вареные крахмалы. Это картошка, рис, хлеба, булочные изделия. Есть больше зелени. Пить больше овощных соков. По норму Нокеру читайте его книги по соколечению. Пить зеленые коктейли. Применять сок проростка в пшенице. Дикую спирулину. Фокус. По сезону дикороссы. Листья дуванчиков. Подорожников. Сныть и крапивы. Салаты и в те же зеленые коктейли. Проращивайте и есть 5-7 дневные проростки. Кунжута, амаранта, глазерного овса. Смотрите обязательно видео о моложении. Поймете зачем и почему. Седьмой пункт. Обязателен ночной глубокий сон. Особенно с 23.00 до 3 утра должна быть глубокая фаза сна. Не пропустите эту фазу обязательно в этот период. И в полной темноте. А общее время сна не должно быть менее 7-8 часов в сутки. Восьмой пункт. При стойкой застарелой артериальной гипертензии не использовать химические препараты. Кроме случаев, о которых я говорил выше. А по рекомендациям академика Ланга применять курс валерьянки. Девятое. Послушать совет по питанию профессора кардиохирурга, 105-летнего вегана, доктора Элсорта Уэрхема из США. Посмотрите по ссылке видео и мои комментарии. Десятый пункт. Очистить лимфатическую пищеварительную систему организма. Смотрите эти и другие мои важные видео по здоровью. Ссылки будут под видео. Одиннадцатое. Обязательно пройдите комплексную антипроцитарную программу. Смотрите мое видео «Грипп лисичка». Двенадцатое. Если по анализам гомоцистеин у вас повышен, принимать B12. Смотрите мою лекцию B12. Тринадцатое. Категорически никакого алкоголя. Если кто-то из ваших родственников, для кого вы это видео покажете или расскажете, потребляет, прием даже 50 грамм алкоголя средней крепости мгновенно провоцирует повышение артериального давления на 5-10 миллиметров ртутного столба. Никакого курения, само собой. Четырнадцатое. Использовать защиту от резонансного разрушительного воздействия на клетки электромагнитных лучей от сотовых, телефонов, телевизоров, мониторов. Это нейтроники. Обязательно посмотрите мою лекцию «Вай-фай. Рак головного мозга» и видео с моим коллегой Тюняевым, которое вы найдете у меня на канале. И по ссылкам под данным видео. Пятнадцатое. Снижение массы тела обязательно, если у вас есть превышенная норма. Норма, к примеру, при росте от 160 до 180 сантиметров, это минус 110 единиц от роста. То есть, для роста, к примеру, 170 сантиметров нормальный вес, но не культуристы, конечно. Это 60 килограмм. Корректировки нормы зависят от ширины кости и телосложения. Помните, чем больше условий, факторов, из указанных выше пунктов, приведенных мной, вы выполните, тем быстрее и крепче будет эффект, то есть результат, ваш результат. Ну, на этом все. Здоровья вам! И вашим близким. До новых встреч. Ставьте лайки. Поддержите мой канал и это видео. И получайте от меня новые видео. Делитесь ими в соцсетях. Перезаливайте на свои каналы в ютубе, у кого они есть. Всего вам хорошего. До свидания.